Ребята, у нас вечер, вторник. Ничего себе я не снимала, потому что я не очень чувствую. Короче, что делаю? Жарю котлеты мясо картофельное, отвариваю макарошки. Уже суперочный сварила. И на труды мы сушим вот такое вот яйцо. Дырочку одну сделали в нём, вытащили всё из него. Оксана, на труды сушим. Ладно, готовим. А здесь у меня суп молочный, рисовый. Видите, котлеты ещё много жарят. Целый тазик фарша сделала. И обваливаю их вот в панировочных сухарях. Тут разных фирм в панировочных сухарях. Получаются очень даже вкусно котлетки. Ладно, дальше готовим. Сегодня ничего с утра не снимала, потому что не очень важно себя чувствовала. Поэтому вот так вот. Ну что, ребят, оклемаемся, всё будет хорошо. У меня сейчас надо будет детский оформлять. О, документы собирать. Поэтому у них вот так надо оклематься. По-то он кушает. А то пишут на эти гадости. Дети голубые, если отнять, у меня дети голубые, если на себя. Сейчас тут котлеток нажарим целую кучу. Завтра хочу у неё попостряпать что-нибудь. Не знаю, Павелыч, что постяпать. Дети просят пряники опять. Только без мёда теперь пробуют. Так что посмотрим, может завтра мы с вами опять пряники делать. Всем привет. У нас новый день на зубном. Короче, делаю тесто на вафле. Светик сейчас будет вафле стряпать. Сейчас я ей тесто сделаю и буду стряпать. У нас её на улице минус 30 градусов. Поэтому ученики у меня в школу не поехали. Все дома сегодня сидят. Я их просто не пустила. Чтобы мы нынче так сильно переболели все, что я просто боюсь, что дальше будет болеть. Поэтому дома остались. Сейчас тесто наведу. Пусть Светик у меня делает вафельки. Дальше Ильюша сегодня у меня уже уехал в Соликамск. Всё уже. У него уже началась с сегодняшнего дня учёба. Не сегодняшнего, а завтрашнего. Сегодня он уезжает, а завтра он это... На учёбу ему уже завтра надо будет. Масло чересчур разогрела, поэтому жду, когда остынет. Да, сильно разогрела масло. Вкусно? Пальц облизываю опять тебя. Я тут уже положила 3 яйца, сахар, соль и кружку молока уже влила. Сейчас ещё одну сюда заливаю. И будем делать тесто. И вторую кружку молока заливаем. У меня микроволновка стала плохо разогревать. Поэтому дольше приходится греть. Раньше быстро. Чё эту микроволновку? Ой, блин, мне уже столько лет, что на это. Столько, мне кажется, даже не живут. Пачку масла разогрела. Всю пачку масла сюда заливаю. Так как вафли будет много. И сейчас буду разрыхлитель ещё сюда засыпать. Вместе с мукой. И делать тесто. Короче, сейчас сделаю, потом покажу, что у меня Светик будет выпекать. Если интересно, оставайтесь. Так, всё тесто сделали. Чуть позже покажу, что у Светики получаются, какие вафельки. Дорогие друзья, тут мы смешивали сгущёнку с маслом. И Светик их намазывает. Посередине, короче, гре. Сгущёнка. И потом вот так вот две вафельки. Вот такую кучу уже Светик нажарила. Напекла. Тут ещё пекёт. И вот тут ещё тесто немножко осталось. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет, дорогие друзья. У нас время вечер. Собираюсь пряпать пряники. Только в этот раз уже без мёда, потому что Маша мёд не любит. Поэтому из-за неё буду делать без мёда. Знаете, читаешь комментарии. Ой, подписчики помогли собрать подарки. Считайте так, считайте, пожалуйста. У меня весь год для того, чтобы собирать подарки детям на Новый год. Я покупала их в течение года. И как вы хотите, так считайте, без разницы. В целом, да, вот эти вот подарки, которые были для меня, были от подписчиков. Но они пришли один. Мне доставили прямо домой. Сказали, что мне. Я ещё удивилась. Думала, от кого. От кого я так и не знаю. Мне потому что даже не сообщили. Так, потом вонючки, пахучки, вот эти вот палочки, которые. Это на Валберес пришло, на моё имя. Тоже не знаю от кого. Третий, что там. А, рукодельная, это от моей знакомой. Её я хорошо знаю. Так. Короче говоря, сейчас буду тесто делать на прянике. Считайте, что кто-то мне помогал. Пожалуйста, считайте. Ну, тот человек, который знает меня, он прекрасно знает, когда и что я заказываю. Где я заказываю. Я скидки ловлю обычно. Я люблю по скидкам брать какой-то товар. У меня сейчас вот скоро будет день рождения у Маши. У меня тоже уже подарки приготовлены. День рождения. У Вани тоже подарки приготовлены. Так что, вот как-то так. Отделяю белки от желтков. У меня нету отделителя специального. Я по старинке. Мне так больше нравится. Так, два желтка. У меня два в белках. И сюда яйцо. Да, тогда забыла рецепт оставить. Но потом мне написала подписчица. И я в комментариях закрепила рецепт. Так, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо сахар. Так что, вот такие вот дела. Комментарии, конечно, жуткие. Вообще ужасные. Ну, знаете. Это ваше мнение. Пожалуйста. Вы вправе мнение свое оставлять. Вообще вправе в полном. Я даже ничего говорить не буду. Если вы думаете, что вы меня этим вывели, то вы очень сильно ошибаетесь, ребятки. Нет, нисколечки не вывели. Я даже реагировать никак не буду. Вот такие вот дела у нас. Так что, пишите комментарии. Многие потеряли, что проблема, почему плохо видео выходит. У меня проблема с интернетом, как вы знаете всегда. И плюс я еще не до конца выздоровею, пока еще слабость сильная. Я тут пробовала в город съездить. И у меня, знаете, я иду по городу, а меня шатает. Кто увидел, мне расскажет. Ну, пьяная. Так что, вот такие вот дела. Так. Вот так вот. А то, в целом, все нормально. Все живы, здоровы, никто не болеет. Слава богу. Дети пока в садик не ходят, потому что в декабре я болела, я не успела документы сзать. И получается, что сейчас мне за садик придется не тысячу рублей, как всегда, за одного ребенка платить, а по две тысячи. Это полная стоимость, а не половина, как обычно я плачу. Поэтому я сейчас вот немножко еще подожду. Схожу, документы сдам. А потом в течение месяца еще они посидят дома, подождут, пока документы эти начнут уже действовать, чтобы я платила половину стоимости. Так что, вот так вот. Так-то так, короче говоря. Масло растительное налить. Без меда, конечно, не то будет, но из-за Машеньки я не буду медложить. Я думала, может быть, это, изюм положить. Так опять тоже некоторые изюм не любят. Ну, сейчас посмотрим. Ванилин есть, сейчас ванилин добавлю. Можно какао положить даже. У меня какао есть. Хочешь, мы сейчас, наверное, какао добавлю немножко. Или ванилин добавлю. Короче, не знаю, сейчас подумаем. Короче, ладно, буду готовить тренинг, и потом покажу, что получилось. Если интересно, оставайтесь. Будьте чуточку добрее, тогда мир к вам потянется. Ребят, снимаю, пока дети не съели. Уже половину постряпала. Взяла в тазике, прямо обваляла. И вот сейчас положила тут на печку, на противень, пускай сохнут. У меня еще пекется куча преников, поэтому... А то дети подходят, берут, 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 берут. Тут была гора, уже нет горы. Ну, вот как-то так. Короче говоря, в тесто добавила немножко шоколада. Маша, говорит, очень вкусно. Ну, я сейчас мучное стараюсь не есть, поэтому как-то это... Ну, вот такие вот внутри. Половину уже помадкой помазывала. Просто вон в тазик вываливаю их. Полила, перемешала, убрала. Дети только в путь уметаю. Да, Машенька? Вкусно? Головой кивает, но звук не подает. Короче, стряпаем. Кстати, подписывайтесь на мой ТикТок. Где-нибудь здесь, тут, 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 внизу будет описание. А то вы пропустите много интересных клипов. Когда мамы настроение есть, мама выпускает клип. Да? Если бы мама еще б не болела, еще было бы прелесть. Ладно, всем хорошего вечера. Все, сделала. Последний противень пряников. Здесь вот уже столько из тех осталось. Дети уже почти все съели, уже застыли. Все, и видите, вот такие вот прянички. Получаются. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я в духовку еще поставила котлеты делать. Что, вот, последний раз жарила на плитке. На печке. Сейчас поставила в духовку делать. И запекаться. Катюха только сейчас проснует. Пришла со школы, уснула. И только сейчас проснулась. Катюха, бери пряник. Они шоколадные в этот раз. И здесь теплые, здесь уже остыли. Спала. Пришла со школы и уснула на маминой тонке. Ладно, вот такой вот у нас был день. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Скоро-скоро. Я чуть-чуть оплемаюсь. Потому что в последнем видео вам не понравилось, когда я была сильно больная на камере. Поэтому я пока не снимаю. Оплемаюсь, и тогда вернусь к вам. В полном объеме. Приготовила я котлетки в духовочке и макарошки к ним. Положила себе хреновину еще. Так как я хлеб сейчас не ем, то вот мой ужин. На сегодня это последний ужин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok